Всем доброго времени суток! Посмотрела я видео Коли, что же решили с Надей, кто ее будет отвозить, как она будет добираться домой. Толком, конечно, ничего не сказали, но были моменты, на которые я хотела бы обратить внимание и поговорить с вами об этом. Также я посмотрела трансляцию Севки, в основном там была продажа, 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 но тоже были некоторые моменты, которые хотелось бы осветить. Начну, наверное, я все-таки с видео Коли. Не умеют в том обществе с людьми общаться по-людски. Вот Коля, вроде бы сказать, да, на первый взгляд, все хорошо. Я его сама за это хвалила. Он помогает Наде, Севке сейчас некогда, первый раз он вообще плюнул на это дело. Больной человек, Коля занимается как раз-таки вот по медицине, вот это ему практика отличная. Вот бери Надю на свои поруки. А ему и без этого хватает дел. Делал он и перевязки Наде, плюс носил продукты, покупал лекарства, на стол накрывал, кормил Надю, со стола помогал убирать. Особенно первое время, когда она только-только вышла из больницы, и ей еще сложно было самой это делать. Ну вот сейчас посмотрела я это видео. Укусить и ему ее хочется. Доносит до Надиного сведения. Вот зрители мне написали, чтобы я купил вам цветы. Наде, конечно же, стало приятно. Она тут же расплылась в улыбке, стала его благодарить. Куда Надя спешит? Такое ощущение, что он эти цветы ей уже вручил и сказал, что это от зрителей. А я, говорит, им так отвечаю. Хотите подарить цветы? Покупайте и оформляйте доставку. У Нади сразу, конечно, улыбка сбежала с лица. Если ты не собирался этого делать, или, например, ты хотел зрителям это ответить, либо ответь в комментариях, либо ответь в видео, где нет Нади, зачем это делать вот прям при человеке. Конечно, ей будет неловко от этого. Такая ситуация, знаете, какая-то, ну, неприятная. А почему Артем к вам не ходит? Вот не унимается человек. Какая тебе разница? Ходит Артем, не ходит Артем. И сам Вэл не приходит. Вот кроме меня вас никто не навещает. Ну, Наде надо было сказать, с какой стати должен ко мне приходить, тем более Артем. Ну, ладно, сам Вэл. Еще как-то можно было бы притянуть его к этому делу. Но, опять же таки, с большой-большой натяжкой. Надя сейчас отлично понимает, что у него на руках ТВ-шка, которая требует его безграничного внимания, чтобы только он смотрел на нее и более ни на кого. А Артем-то каким боком? Ну, хоть бы сказал бы там, Света вам даже не позвонила, да, был бы другой разговор. Ну, тоже людей не понимаю. Ну, своя жизнь, да. Но вы хоть позвоните, поинтересуйтесь, вы же приходили туда к ней? Вы же как-то проявляли какой-то интерес? Получается так, пришли, потому что там был Севка, развернулись и ушли. И забыли благополучно о человеке. Кстати, это тоже хорошая характеристика. Не выбрали время, не посчитали нужным. Надя им не нужна. И они это прямо продемонстрировали. Зачем мы будем сейчас тратить свое время, свои ресурсы и вызванивать, и выспрашивать, как она себя чувствует? Кто такая это Надя? Она им никто и звать ее никак. И заниматься они ею не хотят. Однако же, если человек нормальный, действительно в нем есть человеческие нормальные качества, вот зрительница у меня написала, что Светлана, у нее заболел пес, и она спросила совета. И зрители откликнулись, написали, куда обратиться. Она, по-моему, нашла по каким-то своим каналам, нашла, как лечить собаку. И вот не так давно у меня зрительница спрашивает, а где, говорит, вот эта вот женщина, которая писала про пса? Говорит, я переживаю. Вот. Вот человек с человеческими качествами. Собака. Это не человек. Это просто собака, на которую многие бы не обратили внимания. Чужая. Мы не видели ее в глаза. А Света, когда мне написала, я говорю, вот только сегодня Света объявилась, она мне написала, говорю, я спросила, и она сказала, что пес пошел на поправку. И эта зрительница мне ответила, то есть, опять же таки, она не просто прочитала мой комментарий, и, а, ну все, ну слава богу, она мне ответила. Опять же таки, затруднила себя и написала, ну слава богу, спасибо, что вы мне ответили. То есть, если есть в людях человечность, то она будет проявляться везде, в любой области. Здесь же человечности я не увидела. Молодец, колясик, что ты навещаешь Надю и ей помогаешь. Возьми с полки самый румяный пирожок и скушай его на здоровье. Столько заботы, а везти Надю к врачу некому и колясику некогда. Он говорит, ну если только в обед. Надя говорит, да не страшно, я заберусь сама на такси. Дорого же обойдется. Забеспокоился как. Дорого Наде это обойдется. Надя говорит, ну и что? Ну а что ей делать, если всем некогда? Хоть дорого, хоть недорого, да хоть миллионы. Что ж теперь? Ехать-то надо? Надя, приезжайте к нам, у нас такси стоят копейки. Любимая тема. Вы так говорите, отвечает ей Коля, будто вас не хотят везти. Что ты привязался к ней, как репяк до шелку? Будто вас бросили. Так он с этими словами, вот он сам же приперся. Потом вот все перекрутят и будут говорить, что это Надя так сказала. Ей куда деваться? Хочешь, не хочешь, до врача добираться нужно. Мне кажется, или перед Колей поставили задачу избавиться от Нади. Или, ну это Севкина идея, потому что я смотрю их последнее время настроения, что-то здесь не чисто. Вынудить ее уехать, если не навсегда, то по крайней мере, чтобы долго-долго о ней ничего не было слышно. Надя уже и сама готова бежать, буквально без оглядки. Хоть она и говорила, что она не обидчивая, однако вечно, ну кто сможет терпеть вот такое вот отношение? С ней ведь никто не церемонится. Высказывают все, кому не лень, все, что о ней думают. Но ведь сами же не агнцы божьи. Но они там одно кобла. А Надя была и всегда будет для них чужой. Хватит с нее и того, как считают они, что было сделано. Я знаю, что сейчас зрители могут написать, и это правильно, правильно-то правильно, но вот это вот отношение такое. Ведь они же приманили ее. Да, она стала навязываться, а многие навязывались к ним. Но они же не позвали их, не привлекли, а Надю впустили в этот круг. Впустили и сделали ее девочкой для битья. Ну разве это нормально? Опять же таки, вы можете написать, вот пусть она тогда проваливает оттуда и не появляется там, и будет ценить и себя, и свои нервы сбережет. Это понятно. Я все это понимаю. Я сейчас говорю о другом, о человечности, о человеческом отношении. Ну люди там, или кто? Или не люди, обыкновенные. Вот они, когда вот так поступают, я приводила пример с этой собакой. Когда они так поступают, это нормальные люди, когда вот так себя ведут? Скажите прямо, Надя, адьо, сеньорита, сеньора, чеши-ка отсюда в недогарке и больше не приезжай. Мы тебе помогли, помогли, за счет зрителей, конечно же. Операцию сделали, сделали, чухай. И все, и давай разойдемся на этом. Не будешь ты больше ни звонить, ни писать, и тем более уж не будешь приезжать. Давай закончим. По-взрослому поговорить с ней. Серьезно сказать, без всяких вот этих вот хи-хи, ха-ха, ужинки, улыбки, а потом, знаете, опять приехали и встретились с сумками. Нет, значит нет, категорично. Как там ТВ-шка, спрашивает Надя? Ну, нога заживает хорошо, но вот она ленится ходить, у нее пролежни, она сидеть не может. Объясните мне, почему ее положили? Почему Надя выписалась и сидела, ходила, но не лежала? А почему вот это бревно положили, дождались пролежней? Кто ей не давал сидеть? Кто запрещал? Кто это придумал? Ну, теперь к трансляции Севки. Не учите Севку жить. Как он в самом начале возмущался. Говорит, я закрываю комментарий для чего? Чтобы вы мне не писали. Не писали свои дурацкие советы. Как мыть унитаз, как ему готовить, как ему ухаживать за мамой. Он говорит, я не хочу ничего этого читать. А вы же, говорит, лезете со всех щелей буквально как тараканы со своими советами. Лучшая помощь это материально. Неужели вам непонятно? Присылайте денежки и все. И вы будете самые хорошие. Ну, хотя бы на первое время. На тот момент, когда вы их вот прислали. Вам скажут спасибо. И может быть, даже и поклонится. И может быть, даже вам повезет, что вас вот именно в этом видео не пошлют далеко и надолго. А советы ему в самом деле, они не нужны. Он как делал, так и будет делать. Он же понимает, для чего он это делает. Да, ему не нравится читать эти комментарии. Однако же он понимает, что делает он это все специально, чтобы развести зрителей на эти самые комментарии. Пока Севка там трясет своим тряхамудем на продажу, Татьяна сильно советуется с Колей. А мне ногу не отрежут. Севка говорит, а Коля откуда знает? Мне понравился ответ бабы Тани. Ну, он похож на профессора. В каком месте он похож на профессора? Только когда он осматривает ее и старательно делает вид, такой, знаете, напускает на себя маску умного человека. Профессор уже летом сообщает бабе Тане, что заканчивает учебу. Ой, говорит, если я приеду на вызов и сразу выясню, что это куколка Самвела, то он не будет с нею таким вежливым и терпеливым. Он говорит, я не со всеми такой, как с вами. ТВ-шка же его похвалила, какой он учтивый, какой он внимательный. Она серьезно не понимает, почему он это делает? Во-первых, рядом Севка стоит. Во-вторых, его снимают на камеру. А какой он должен быть? Что он ее там должен кастерить и чехвостить, и чертыхаться там на нее? Нет, конечно. Далее Коля опомнился, что это все записывается, и нужно как-то реабилитировать себя в глазах зрителей, пусть даже Севкиных. И говорит, ну, это шутка же, конечно же, я буду со всеми одинаковыми. Есть протокол. Вот когда он произнес эту фразу, все стало на свои места. Вот человек, именно занимающий должность врача, и который исключительно действует вот по протоколу, никогда из него хорошего медика не получится. Во-первых, вот эти мысли. Это не просто шутка. Нет, вот то, что ему пришла она в голову, уже говорит о многом. Что если у него будет возможность, то, конечно же, он будет относиться по-свински и по-хамски с больным. Он уже будет относиться наплевательски. Да, он померит давление, но сделает это спустя рукава. Да, возможно, он сделает укол, но, опять же таки, безучастно. Вот таким вот будет он медиком. Никаким. Просто никаким и никакущим. Бабка говорит, а я вот послушала врача и поверила ему, ведь он так меня уверил и сказал, что все будет отлично. А вот это вариант вашего Коленьки. Делайте, делайте, соглашайтесь, делайте. Только заплатите деньги, а мы вам поставим, мы свою работу знаем. Выпишем, а дальше как хотите. Хотите, ходите, не хотите, лежите. Ползайте, на карачках передвигайтесь. Им все равно. Вот примерно такой же будет и Коленька. Спрашивает баба Таня, а где Маринка? Почему она мне не звонит, не пишет? Никаких приветов не шлет. Она же знает, что ТВ сейчас больненько. И так ей хочется хороших слов. М-м-м, видите как. Когда себя касается своей шкурки, сразу чувствуется холодно, жарко, больно. Хочется ласковых слов. А Наде вы их сказали? Или Надя в них не нуждалась и не нуждается? Когда Надя шла на операцию, ТВ-шка спала. Телек орал, а Надя сидела, переживала и плакала. И когда Севка сказала, а чё это Надя-то рыдает? Что ТВ-шка ответила? Я откуда знаю? Ну, операцию, наверное, боится. Ну, боится, пусть не делает. Шо я ей еще могу сказать? Севка, ну ты как бы посочувствовала ей. А шо я ей скажу? Либо делай, либо не делай. Решай сама. Вот это все слова утешения, которые ТВ-шка нашла для Нади. А для себя? Ой, как же ей хочется, чтобы ей кто-то что-то сделал. Говорит Коля. Двадцать третьего мне на снятие швов. Коля носить ее более не хочет. Не-не-не. Надя вон курочка, несущая им золотые яйца, именно сытника. Если посмотреть по просмотрам, насколько они вырастают, когда в видео участвует Надя. И то, не хотят особо палец о палец ударить. Ну, вот Коля, кстати, берет Надю к себе, говорит, переночуете вот там у нас. Ну, это, скорее всего, идея исключительно Колиных родителей. Это Света захотела. И Коля говорит, сами пойдете потихоньку, своими ножками. Ну, тогда выходить надо с вечера. Как раз-таки к утру ТВ-шка с пятого этажа на первый спустится. И повезете ее к врачу. Ну, а потом также она пусть поднимается. Ну, к утру будет дома. Ох, чувствую я. Оседлает она снова Севку с Колей. Понесут ее на руках. Не пойдет она? Не пойдет. Она и так уже орала, что ни за что и никогда, ни за какие ковришки она не пойдет исполнять прихоти своих деточек. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok